здравствуйте я сегодня у нас в гостях ольга дурджина психолог ольга ну вас особо представлять не надо потому что вы у нас бываете частенько вот я бы хотел с вами на какую тему обменяться мнениями своими дело в том что сейчас отмечено что в мире нарастает агрессивно в россии по крайней мере народ не мотивирован и жесток и об этих вот случаях мы просто диких мы читаем не только ну скажем вот федеральных каких-то изданиях но и у нас в рязани у нас то убили за мешок картошки то женщины женщина убил другую за то что то и чуть поменьше налила в стакан алкоголя то еще совершенно какие-то немотивированные нападения и избиения просто вот все чаще и чаще и чаще вот как вы считаете с чем это связано и возможно ли какое-то объяснение этому может быть или же ну что это уму непостижимое все происходит но на самом деле вариант уму непостижимого тоже конечно в этом есть да ну как психолог мы могу предположить потому что то что вы описываете это можно рассматривать как ну индивидуальную реакцию человека да и некое такое общее поле вот и они могут работать очень похожим образом дело в том что мы так устроены у нас так устроен мозг и наши эмоции что самое тяжелое что для нас происходит да это изменение причем изменение неважно в какую сторону да то есть это может быть предполагаемый плюс предполагаемый минус неважно да само ощущение ожидания каких-то перемен больших вызывает в нас два очень сильных чувства это страх и злость еще древние китайцы по моему говорит что не дай бог жить в эпоху перемен да 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 именно потому что вот это происходит да и поскольку и со страхом и со злостью наша культура не умеет работать у нас их принято подавлять у нас их принято скрывать да то вы а выливаются они случае когда они подавлены скрыты неосознанно самим человеком очень часто через агрессию причем в этой агрессии может быть то есть сиюминутной это может быть как злость но самую большую агрессию и немотивированную дает страх чем больше страха у человека чем больше у него ощущение собственной беспомощности тем более резкую и агрессивную реакцию он может выдать взрыв да 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 саналья которым сам можете не контролирует он в этот момент может не не контролировать потому что это копится не осознается а тут есть еще проблема такая психологическая наша что мы очень часто путаем эти два чувства страх от злости не так легко отличить как нам кажется да вот и соответственно накапливается а что будет являться триггером ситуации которая запустит этот взрыв предсказать очень сложно и тут может быть вот все что вы говорите да то есть это снаружи может выглядеть как абсолютнейшая глупость и мелочь но это никогда не причиной это последняя капля который до этого будет то кольцо которое вываливается из гранат образом говорят вроде бы мелочь но накопилось поговорить да 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 мы уже несколько мне кажется уже пару поколений что ли возрастает вот именно в эту эпоху перемен мы живем во время не уверенности завтра и это точно и в нашей стране это особенно тяжело потому что у нас последние 20 лет даже больше идет вот эта неустойчивость сейчас выросло уже поколение теперешних 20-летних которые с самого детства в этом состоянии живут и самое главное что в этом же состоянии жили их родители то есть одна из сложность современных вот 20-летних условно да и вокруг них это очень часто дети без ну то что называется базового доверия к миру они жили в той ситуации когда именно родители в детстве создают вот это ощущение для нас мир нам рад мир нас встретит скорее всего нейтрально или с радостью или мир будет исполнен агрессии и страха вот это на чего-то такого надежного в будущем человек не чувствует я вот вспоминаю свое так сказать юность даже можно сказать детство когда мы росли но мы уже врастая знали что если поступишь на работу будешь хорошо работа то значит встанешь в очередь на квартиру у тебя будет квартира у тебя будет расти зарплата у тебя гарантированное государством вот эти имеется на образование пресловутая который спорит спорит вот как уж там какое качество какую ты получишь жилплощадь а это вообще да это это не имеет вот этот вот материальный уровень не имеет у меня предположение почему сейчас так часто с ностальги вспоминаются застойные семидесятые да потому что там если объективно посмотреть то там было очень много всего да и мало приятного но вот это ощущение застоя и остановки она у нас психологически причем неважно на каком фоне это может быть на очень тяжелом фоне но главное что вот очень тяжело но ничего не меняется да и тогда нас в одну сторону не в другую не в одну не в другую да главное чтобы она стояла на месте как раз не перемена да не перемена и тут я очень важно подчеркиваю то есть мозгу все равно перемена в предполагаемую позитивную или в предполагаемую негативную он будет реагировать очень большим выбросом страха и злости которые на первом этапе ощущаются как тревога да и вот сейчас общий фон тревоги в социуме очень высокий да да я полностью согласен вопрос вы излагаете это то что вот я думаю но вот своим каким-то доступным популяризаторским языком и излагать то что в мыслях как говорится многих других людей а дальше идет еще такая штука тоже занятная потому что мы постоянно обмениваемся с фоном да и мы что-то берем из фона и отпускаем туда да в психологии называется фигура и фон да и это некое единство такое общее да и соответственно и мы в этот фон добавляем своего страха и неуверенности и от фона тоже это ощущаем ну и соответственно то есть вот такой еще короткой может быть такая нет вернее терна наверное глобальная вот если можно вот двух словах еще много сейчас говорят о потере нравственных ориентиров нравственных ценностей если раньше было хоть что-то там какой-то морально-косреди коммунизма да там какие-то идеалы нам хотя бы их четко четко выстраивали линию вот куда она делится и вот если будет вот так то будет вот так сейчас этого ничего нет и мне кажется вот тем что 20-летним о которых мы говорили им некуда прислониться как говорится а что вот что делать как жить как правильно жить как неправильно жить может быть и здесь еще добавляет неуверенности в себе я бы сказала немножко по-другому потому что когда все начинает шататься и теряется вот этот баланс равновесия и устойчивость да мы ищем любых опор да и в этом плане одна из таких вот первых что может приходить в голову это попытаться ухватиться хотя бы за какие-то моральные нормы и за что-то да и попытка их включить но дело в том что когда идут такие процессы да то моральные нормы не выдерживают потому что это ну как сказать это же верхушка устойчивости да для того чтобы моральные ценности являлись вот теми самыми опорами за которые можно держаться им нужно на чем-то стоять да а вот в этой ситуации им стоять очень сложно ну что ж большое вам спасибо спасибо вам за то что вы вот так вот доступно объяснили вещи которые ну просто как-то умом как говорится понимаешь высказать вот трудно сформулировать трудно всегда вас ждем но посмотрим что будет меняться у нас стране может быть в новом году и в мире и в мире тоже спасибо у нас в гостях была ольга доджина психолог вы смотрели информационной программы телекомпании город семь минут до встречи во всем пока он а и а и а и а и и и и и а Субтитры создавал DimaTorzok